Восвятая служба информации и толерады у компании «Гомель» У студии для вас працуя Наталья Игнатенко, глядите у выпуску Сегодня у «Гомеля» распочнется проведение деловых сустреч с прастауниками польских компаний Яны отбудутся у рамках 20-го Белорусско-Польского экономичного форума «Добросуседство-2016» Сегодня у Калинковицком районе отбудется выездный практичный семинар об актуальных пытаниях реализации державной молодежной политики У регионе протягивается вакцинация насельничества супрать гриппу Прищепки зарабили уже 18% от агульной колькости жихару региона На сегодня в области обвещены оранжево узровень небезпеки Прагнозуются дожджи, парывы ветру будут досягать 15-18 метров за секунду А зараз об этом и иншим больше подробязно Сегодня у «Гомеля» распочнутся деловые сустречы с прастауниками польских компаний Яны отбудутся у рамках 20-го Белорусско-Польского экономичного форума «Добросуседство-2016» Организаторам сустреч выступило Гомельское отделение Белорусской гандлёво-промысловой палаты Программа сегодняшних мероприемств упродуглеживает проведение семинара на яким предпринимательники двух краин обмеркуют ведение бизнеса в Беларуси Сегодня у Калинковича отбудется выездный практичный семинар об актуальных пытаньях реализации державной молодежной политики Уделуем примуть представники Головного управления и районных отделов идеологичной работы, культуры по справах молоди а так само областного и территориальных комитетов громадской организации БРСМ Подчас проведения семинара у Калинковичах плануется обмерковать такие пытанья як забеспечение прационной занятости неполнолетней молоди праца с перспективным кадровым резервом Организация информационной деятельности по осветлении реализации державной молодежной политики и инши До того же программы выездного мероприемства наведывание широку промысловых и социальных объектов райцентра и района Ця род их открытое акционерное товарыство Калинковицкий мясокомбинат Полески державный охранный колледж имя Мицкевича СПК Дружба Аутюки и Святы Рожства Богородичный Мужчинский монастыр у Юровичах Подробязности глядите у наших наступных выпусках У Гомеля открылась первая централизованная служба субсидирования Инициатором ее створения выступило коммунальное жильевое предприемство «Советское» Необходность такого центра выкликана початком День незакона об наличении жильевых субсидий Его открытие отбулося на базе развлекого-доведочного центра по Рычицким проспекте 3 Такий адрес коммунальники обрали не выпадково Трапить сюды зручно с любой кропки советского района После запуску ответной программы в листопаде этого года Работники службы автоматично наличат субсиды Непрацующим одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам Все остальные смогут вернуться сюды самостоянно Головная умова для наличения державной подрымки Оплата за коммунальные послуги повинна перевышать 20% дохода у громадянина Причем у этой расходы не увоходится оплата за интернет, телефон и домофон У нас есть два принципа, это выявительный и заявительный По выявительному принципу это будет все в программе выявлять Это в основном пенсионеры под это попадают Что касается заявительного, это конечно будут сюда граждане приезжать Оформлять, подавать заявление Ну и наши девочки уже будут естественно собирать всю информацию И потом уже уведомлять, либо человек подлежит субсидированию Либо все-таки он не подлежит Сегодня депутат Палаты представников национального схода Республики Беларусь Шостого скликанья по Гомельской центральной выборчей окрузе номер 33 Олег Федорович Лешунов проведет прием по особистых пытаньях Початок приема 17-й године в зале посаджения у администрации центрального района Гомеля По улице Белецкого 10 Уладальников для старой школы, конторы и сельхаз объектов Вызначили черговые торги фонду Гомель обломаемость У приватности будинок былой школы в Гомельском районе Достався оденному удельнику аукциону крыху большим за 795 рублев Площа объекта коля 420 квадратных метров Присядебный участок амаль 27 соток Новый уладальник набыл нерухомость под жилье Однако с участей подобная маемость дает старт для развития предпринимательской инициативы Звычайно объекты набывают для организации вытворчасти Альбо у якости складских помешканев Сустрыкаются и нетривиальные решения Подробности в нашем наступном материале Лодочная станция у Октябрьске в Калисце была любимым местом проведения вольного часу мясовых жихаров Однако с часом пришла у Занепад От родителей узелся предприниматель Кеоген Матарас Мясовые улады пошли на сустрыж И в 2012 году объект продали за аукциону Раньше это была лодочная станция Мы решили далеко не ходить И, скажем так, возродить ее в былых масштабах Тем более, что место красивое Раньше здесь были пляжи Решили начать с лодочной станции Купили один катамаран Какие-то запчасти были Что-то, в общем, начали собирать В итоге, вот тот парк, который у нас сейчас есть Вот мы с ними работаем Получение маляуничной природы и активного отпочинку Прышлося до спадобы жихарам Октябрьского У летку недохопа у наведывальника тут нема А вот у холодный час такие виды отпочинку не запотребованы Так пришло решение освоить еще один напрямок бизнесу Який не залежит от сезону И летось у будинку лодочной станции Протпринимальники открыли тайм-кафе «Прыстань» Сегодня таким форматом установ могут похвалиться только буйные городы И вот зараз невеликий райцентр Октябрьский У тайм-кафе або анти-кафе наведывальники платят за проведенный шанс На узамен же отримливают у тульное мессе, чай, каву, доступ у интернет, настольные гульни Сарафана радио хорошо работает, люди подтягиваются, им интересно Появилась тенденция, что люди приезжают из соседних районов Из Глузка, из Светлогорска бывают у нас люди Предварительно связываются, интересуются о программах, которые у нас планируются, которые у нас проводятся Свою фантазию и креативность предпринимальник проявил не только в оригинальном формате установы, але и оформлении ее интерьеру Литерально все тут Явген Матара с женкой работали своими руками Стиль выбрали морские, максимально обыгравши тему пристани А еще, кроме дальнейшего уладкования зоны отпочинка при лодочной станции, предпринимальники марать открыть тут классичное кафе и невеликую студию ГУКа запису Планов много, желание дальше двигаться вперед у нас есть, возможности есть, власть содействует нам в развитии нашего бизнеса И совместно мы будем дальше работать и развивать наш край Алена Василюк, Настасья Кучинская, Сергей Лукашук, телерадуя компания Гомель Застается додать, что тем, кто хочет купить нерухомость по примальных ценах для организации бизнеса В арте частей наведует сайт фонду Гомель Абломаемость Самые выгодные пропоновые набываются моментально В регионе протягивается вакцинация насильництва супрать гриппу Пришепки зарабили уже 18% от огульной колькости жихаров Вакцинация на сегодняшний день – самый эффективный и надейный способ обороны от вирусных инфекций Ей эффект стремится от 9 до 12 месяцев В медустановы поступили препараты айчинной и российской вытворчасти А так само вакцины с Франции и Голландии Усе прошли обовязковый контроль якости Зрабить пришепку на платной основе можно у любой поликлинице по месту жихарства Каштуя вакцина от 4 до 12 рублей Процедура бесплатная для тех, кто выходить у группы рызыки Гэта школьники, а так само люди с хроничными захворваннями По словах специалиста, у традиции эпидемичный уздым означается на при конце студене у початку лютого Однако он может варьироваться у 2-3 дня Тому левш зарабить пришепку зараз, каб организм поспел выпрацывать иммунитет 26 листопада у Гомеля значат 73-ю годовину вызволення Крыху ранее Червоная армия вызволила размещанная побачь с городом Вески Правда, дожить до этого дня оздолили не усе А б трагеды, якая отбылась у сего за один день до приходу червоноармейцев А материал Олега Сенсюрова 73 годы тому на этом месте все было практически так, как и зараз На земле уже лежала листья и ночи были холодные В новокольных лесах от оккупантов хавалась местовая насельница Жахарка Вески Климовка, Ганна Дудова, якой тады было 10 годов, узгадываем За ежи часто были только сыроежки, які ели сырыми и без соли Почас одной из аспропы знасихать нечто инше Ее с матью зловили немцы и долучили до группы 37 человек С новокольных весок, цагельник, каравыш и неприбыток Спочатку расстреляли 7 мужчин, потом перешли до женщин с детьми Девчинцы и ее матью пошанцевала выжить У живых засталася и еще одна святка, Анюта Лискина Гэта даряча не прозвище, а висковая мянушка Гэта жанчина и поведомила усе подробязности Говорит, кровь эту, все кровью залилось Я, говорит, рукой согребла кровь с лица Посмотрела, детки лежат, все битые Все расстрелянные, мертвые лежат Я, говорит, стала прислушиваться уже, стала вспоминать, что случилось со мной Ну, тихо, их уже не слышно, немцев нет Я, говорит, тогда согребла себе все это Смотрю, вера чудра ниха лежит Это женщина цыгельницкая У той семеро детей или шестеро Ну, что-то много детей было Тоже лежит убитая И все лежат убитые На наступный день гэта эмиссины вызволила червоная армия Загинувших сбирали по лесу родные и близкие У Татьяны Моисенко подчас того массового забойства загинула тетка с трима детьми Дружили по соседству, так это Матвей, мужчина И тетка, моя маня, молодая, 25-го года И дядька, 28-го года Вот они забирали и привезли, я говорю, прямо у Сигельни на кладбище Там и похоронили Что в одной могиле два гроба, гробики Значит, трое деток Але на этом беды вязковцев не скончилися У той же климуца карники заминировали некольких домов Молодары, яких хвалился у леса А про чатаго уся хатная живела оказалась отрученной Стояли такие вот бадьи И с белым с каким-то даже у нас во дворе И у нас была тёлка, асавалась она большая уже Наверное, корова была Да кто же лежала во дворе отравленная Потому что белого этого напелась Вёзки и цагельные, коровышень Климука Иснуют и зараз Правда, на фронтах Великой Очины У партизанских отрадок и от рук карников Только у Климуца загинуло больше 220 человек Некоторые не дожили до вызволения У сего некольких дён Ось этот будинок увёз Циклимука Ещё до военная школа Тут жилися дети до 7 класса Будинок войну пережил А вот многие дети вызволения так и не дочекались Олег Сентяров, Игорь Мариченко Телерадо и компания Гомель У Гомеля отбылись и открытая с поборницвы по карате Гомель Open Cup 2016 Турнир международного озроюню собрал у манежи Динамо Спортсменов с четырёх краин Удельники разыграли у огульной колькости 53 комплекты узнагород Споборницвы пройшли по правилах Сусветной Федерации карате Гэта той самый виды, которые включены в программу Олимпийских гульнях 2020 года в Токио Подробя с ней расскажет Сергей Негяревич Селетний Гомель Open Cup уразил своим масштабом Поспоборничать собрались больше за 700 спортсменов Гости проехали из всех регионов Беларуси А так само разных городов России, Украины и Азербайджана Удельники выступали одночасово на четырёх татаме Селета турнир пройшёл у восьмый раз Споборницвы проводились по правилах Сусветной Федерации карате Минавито по их просчетыры годы каратисты у першыню будут споборничать на Олимпиаде Нагадаем, в дни у них этого года было выращено включить карате У программу Олимпийских гульнях 2020 года в Токио Велась длительная работа для того, чтобы карате стал олимпийским вином спорта И проводилась работа по отработке правил Прежде всего, это безопасность У спортсменов, даже у взрослых, у них ограниченный контакт с лицом Одеваются средства защиты Жилеты, накладки, протекторы ног У детей контакт с лицом запрещен в принципе В корпус контакт дозированный Опять же, задача многих соревнований, в том числе и этого В том, чтобы медицинский персонал, который у нас здесь есть, оставался без работы В агульно-командном залейку лидировали представники Пинского городского клуба карате «Эдельвейс» Другое место заняли гости из России – бойцы Орловской спортшколы «Аролкара» Замкнула тройку призеров команды с душар номер два «Динамо» города Минска Зборная Гомельская в области, якая складается с четырех клубов, у выниковом протоколе разместилась на 13-м родком Сергей Нігеревич, Игорь Маришенко, телерадиокомпания «Гомель» Гэты тыдень почауся з ветреного и дождливого надворье, и, як прогнозуют синоптыки, бабинага лета чекать пакуль не варта По водле информации областного гидромедцентра, на сёне у регионе обвешчены оранжевый узровень небеспеки Прогнозуются дожджи, порывы ветру будуть досягать 15-18 метров за секунду Температура поветра складе от трех до восьми тепла С 26-го кастрычника прогнозуются моцные опадки, мокрый снег и дождь, в особных районах слабый гололед Минимальная температура поветра у ночи складе минус один градус, максимальная у день плюс шесть Подобный характер надворье протрымается на протягу сяго тыдня Ближай до выходных крыху потеплее до плюс восьми, а леверагодность опадков великая И гэта была пошня информация нашего ранешнего выпуска У студии працевала Наталья Игнатенко Я и мои коллеги жадаем вам удалого дня До новых сустречу эфиры Редактор субтитров А.Семкин